Шесть выводов из книги «Жизнь на полной мощности». Управление энергией. Ключ к высокой эффективности, здоровью и счастью. Что может быть важнее времени? Авторы книги «Жизнь на полной мощности». Управление энергией. Ключ к высокой эффективности, здоровью и счастью Джим Лайер и Тони Шварц пишут, что главное в продуктивности не время, а энергия. Какой смысл в большом количестве времени, если ты быстро устанешь и будешь лежать как тюлень? Управление энергией – это целое искусство. Чтобы ты ему научился, я делюсь шестую полезными выводами. Все они получились настолько простыми и прикладными, что можно использовать их уже прямо сейчас. Мы создаем резервы эмоциональной, умственной и духовной энергии точно так же, как резервы физической силы. Когда мы тренируемся в спортзале, наши физические силы истощаются, и мы устаем. А кто тебе сказал, что люди устают только физически? Или что нельзя увеличить резервы духовной или умственной энергии? Да, ты не можешь увидеть их размер, как кубики пресса, но поверь, что любое их развитие не проходит впустую. Управление энергией – это важно. Каждая прочитанная книга и пережитое событие тренируют тебя так же, как физические упражнения. Поэтому не забывай развивать себя со всех сторон. Любая форма стресса, приводящая к дискомфорту, дает возможность увеличить емкость наших резервуаров. Ты наверняка не раз слышал такую фразу – «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». Мы обойдемся сегодня без риска для жизни, но о стрессе поговорим. Когда ты попадаешь в стрессовую ситуацию, отбрось панику и подумай о том, что прямо в этот момент твои нервы и характер становятся крепче. Если ты посмотришь на стресс, как на точку роста, ты станешь сильнее и не утонешь в тревоге. Подумай о том, как себе в моменты стресса об этом напоминать. Я предлагаю резинку на запястье, чтобы в пиковый момент сделать звездочка, щелк звездочка и прийти в себя. Попробуй. Не просто отдыхай, а заполняй минуты отдыха разными ритуалами. Я уже рассказывал, что работаю интервалами – 50 минут работы и 15 минут отдыха. Но когда я отдыхаю, то не просто сижу или залипаю в экран смартфона, а, например, кидаю мячик в стену. То есть выполняю ритуалы. Зачем они нужны? Это помогает полностью переключить мозг на простую задачу и дать ему отдохнуть от работы. Придумай собственные ритуалы или подсмотри в интернете, но используй их. Ты почувствуешь разницу. Диктофон для идей как зарядка энергией. Мозг – странная штука. Ты можешь забыть свежую идею всего за несколько минут. Чтобы этого не случилось, используй диктофон. Идею можно не успеть записать текстом, а вот проговорить ее голосом получится гораздо быстрее. Особенно, если поместишь виджет диктофона на главный экран своего смартфона. Джим Лайер и Тони Шварц упомянули в книге «Диктофон» не просто так. В момент, когда мы проговариваем идею, мы испытываем не только удовольствие, но и восполнение энергии. Когда мы много говорим, рано или поздно из этого что-то рождается. Надиктовывай все, даже если считаешь, что идея ерунда. Ты ведь никому не будешь скидывать это, а тебе может пригодиться. Не стесняйся. Техника дыхания, которая работает в обе стороны – длинно и быстро. Теперь поговорим о простой вещи, которую не нужно скачивать, а дыхании. Ты наверняка слышал, что для успокоения нужно дышать медленно. А что делать, чтобы взбодриться и быстрее настроиться на работу? Точно наоборот – дышать быстро и циклично. Так ты начнешь возбуждаться эмоционально и физически. Только не перестарайся, чтобы не закружилась голова. Это просто и бесплатно, попробуй. Ритуал постепенного внедрения привычек Когда встаешь на путь саморазвития, однажды к тебе приходит мысль, что пора отказаться от вредных привычек, которые тянут вниз. Если сделаешь это резко, скорее всего ничего не получится. Нет, я-то в тебя верю, друг. А вот твоя физиология сомневается, так уж мы устроены. У меня есть решение проблемы. Заведи себе календарик или начерти его в тетради, чтобы отмечать каждый день без вредной привычки плюсиком. Сначала будет тяжело, но как только их наберется 7, 10, 15, будет уже легче. Чем плюсиков будет больше, тем обиднее будет прерывать прогресс. Сначала начни с одной привычки, а когда накопится 30 отметок, можешь начинать отказ от другой привычки таким же способом. Но не забывай про старую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова